Всем привет дорогие друзья, с вами студия StarLadderTV, продолжаем мы для вас освещать квалификацию на StarSeries 14 сезона, у микрофона Владимир Дамазбирюшов, также на связи со мной находится у нас Дмитрий Спару Шафров, привет тебе еще раз, ну и чё, как, Алла? Привет еще раз, еще раз всем привет ребят зрители и короче, что мы имеем? Мы имеем Жотма, как оказалось, Ханкис Фром Завод, Егор на пике, сейчас сидит, первую игру мы уже посмотрели, неплохие ультимейты, раздавал он на аппарате, но сейчас аппарата пока что не имеется, причем таки он в бане от Гусгейминг, что в свою очередь говорит о том, что возможно мы увидим алхимика, а? Как тебе? Такой вот задел, да, ну и смотрим Висп, Венжфул Спирит, два саппорта для Гусгейминг, я надеюсь, что Венжфул Спирит пойдет именно саппортировать Зевс, Вичдоктор, ответка от ХФЗ, забанен Дэс Профит, забанен Тинни, Оракл и Энж Топариш, на котором говорили ранее, ну в общем-то пока что ничего интересного, на мой взгляд, все очень стандартно, такие прям выдающихся пиков на данный момент я не вижу Да, именно так оно и есть, наконец-то Гусгейминг взяли себе Ио, им бы говорил, что имеются неплохие давние стратегии вместе с Ио, могут ребята играть вместе с ним, говорят, хорошо и неплохо, так что посмотрим опять же как оно будет, еще раз напомню, Best of 3 играется у нас на квалификациях, поэтому все же для команды Гусгейминг это решающая игра Будут ли ребята дальше сражаться на третьей карте, ну и показывать свое превосходство именно там, или же все закончится для них на этой карте, ну и, к сожалению, будут ребята для них Играть они будут у нас, про серии, да? Да, про серии Да, именно так Ну, вообще, как ты говорил уже ранее, висп у них, если это старая заготовка, значит в первой игре они что-то новое для себя пробовали, может быть тестировали какую-то стратегию, она не зашла, ну и решили вернуться к старым своим стратегиям, которые они использовали и на 7 серии, и еще на каких-то, я думаю, сторонних турнирах тоже, раз висп у них на игры накатан, и они не боятся с ним играть Ну и вот он, висп, фп, в общем-то, и забанили они, еще и энчант, раз я джитсу им дал понять, что умеет на этом чаре плей, и лучше его убрать на всякий случай Да, Тайдхантер появляется у нас в пике от команды ХФЗ, Тайдуха, ух, это самая сила, ну и еще Дроу Рейнджера я вижу от команды Гусгейминг Черт возьми, тут ребята тоже подготовились неплохо Я думаю, нам еще здесь не хватает какого-то инвокера в мидлейн, и, не знаю, в сложную, кого можно взять в сложную, такого, чтобы рейнджевика и сильного Ну вообще, в принципе, инвокер может пойти в сложную линию, да, плюс один кто-то, и вполне себе неплохая линия получится Тут ребята таким отвечают, что даже говорить нечего Они будут испепелять, они будут испепелять эту Траксу Что одни, что другие, хотят идти вперед и убивать, еще Медуза появляется, это давняя стратегия, очень давняя стратегия, я помню такую Я так понимаю, это висп Медузы в миде? Да, 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 да Венга Тракса в легкой, и вот в сложную, нужен танк тогда какой-то, получается, раз ребята настолько решили упороться и взять подобных героев Медуза что-то как-то туда подходит, но все же, да, не помешает какого-то Бристалбайка там, допустим, или кого-то еще Бристал, Дум, Кентавр, не знаю, что-нибудь подобное Ну минус у нас Дарксир Как вариант, можно взять Вайда сюда Ну, Войд, мне кажется, не сильно такой уж и товарищ, который может зайти неплохо Но все же, ну смотри, убрали Дарксира, да, ХФЗ понимает то, что сейчас должен появляться герой по типу такого Либо это будет какой-то герой, который будет держать всех на месте, пока их будут расстреливать Либо же герой, который будет танковать все то, что полетит от ХФЗ в драке Это и Дезворды, и проказ Зевса, Ликан там, если в кого-то вгрызется, тоже это все дело нужно будет контролить Чен еще появляется, ребята решили в пуш удариться Ликан и Чен Большое количество сумонов, плюс Некра Ну и если получится неплохо отставить лайнапы ХФЗ, я думаю, без проблем Они могут спушить и Дроу Рейнджера, и Медузу Потому что отбиваться, по факту, здесь нечем Здесь даже сплэша никакого не имеется, кроме как Медуза На ранней стадии игры, там минут до 15-20, у нее и сплэша не будет Ну, тут как битва сумонов и битва ауру, мне кажется, сейчас будет Да, да, действительно так и будет Сейчас посмотрим на ластпик от Гусгейминг Мне интересен их выбор, кого они все-таки возьмут Ну, тоже интересно Опять же, бонуслайма имеется достаточно время Поэтому Сейчас что-то придумают еще Как вариант, здесь можно в сложную линию взять какого-то Клинкса Который будет быстро заправляться с сумонами Чена и собрать пару Медасов Чтобы вообще свести на нет всех сумонов Но это Тускар Тускар, как еще один бацейф какой-то Ну, как мы видим, Лолик его занимает Лолик, предыдущий, на алхимике катал Че-то не то Че-то, да Ладно, 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 посмотрим Опять же, очень интересно, как оно все будет происходить Опять же, напомню, это вторая игра Да, поэтому ХФЗ в шаге от того, чтобы пройти дальше А проходят ребята дальше в одну четвертую, где Разве? Да Нет, не в одну четвертую В одну восьмую В одну восьмую, точно В одну восьмую, где встречаются или же с командой Анима О Это кто такие Анима О? Это Оник Это Оник Кстати говоря, интервью с ним есть Сегодня залили на сайте Поэтому можете посмотреть на нашем ютуб-канале Или же на сайте Или же команда... Что это такое? Чупакабры Йой-йой-йой-йой-йой-йой Откуда эти ребята непонятно? Ну, на квалификации в старые играют как-никак Ну, опять же, чем непонятнее команда, тем чертовы знают, что ожидать от этой команды Ну, это да, это и есть такой момент Ну, ладно, давайте представим команды Как раз пауза у нас еще стоит Команда Гусьгейминг, Имба, будет играть у нас на Медузе Мистер Нерт на Ио Психолог, он же у нас Лолик, будет играть на Тускаре Друид, дроид, точнее, на Дроу Рейнджер Ну и Кефа будет катать у нас на Венчфул Спирит Ну и команда ХФЗ Аэмдан, это же Мипошка Будет катать у нас на Лайконе Философ Это кто? Это кто такой? Это Кант Будет катать на Медждокторе Егор, он же Джоттм, будет на Чене И вот Бараш, очень хороший Зевс, который сейчас приземлится Будет играть у нас на том же самом Девсе, как я и сказал Ну и Яджитсу последний остается Ему достанется товарищ Тайтхантер В руки Да Ну, блин, я опять же не знаю, чего ожидать от этой игры Как по мне, гусей спушат за 25 минут Вот просто мой прогноз на эту встречу Потому что настолько легких героев ребята набрали Что Ликан со своей формой сожрет двоих Плюс, если ультанет Тайтхантер Там еще трое будут в Сталине Ну и без проблем Зевс Вместе с Вичдоктором Вместе с Уманоми Чена С этим делом справятся Ну, как-то Ауры С одной стороны, это хорошо, да Но когда у тебя, во-первых, один герой, который будет танковать Все то, что будет залетать Плюс нет вообще никакого подсейва Кроме как Сноубола Ну, хорошо, и свап там, да Если будем считать Вингу на шестом левеле Висп тоже своим шестым может Но не думаю, что он будет тратить релокейт На подсейв кого-то Какого-то не столь значительного По типу Вингитам или Тускара Этих ребят будут продавать по кулдауну Если Ликантроп в них вгрызется Ну, в общем, посмотрим Нормально тут ребята рофлят немножко Бывает Ну, как мы выяснили То, что парни друг друга знают Еще в первой встрече Так что пообщаться всегда приятно Конечно, конечно Ожидаем еще и Аджитса, который отошел Надеюсь, он скоро совсем присоединится И продолжится эта самая игра Тэгхантеру будет тяжело на линии стоять Против двух-трех рейнджей Постоянный харас, который будет по нему залетать Плюс, если сейчас Гусгейминг Как-то интересно придумывает свой лайнап Не знаю, но это Тускар в оффлейн по-любому же Правильно, я понимаю? Все-таки, я думаю, мы будем здесь что-то менять Ну, не знаю Лолик без своей позиции, скажем так То он играет на керри Теперь он отправится в сложную линию Надо замутить бараша Кстати говоря, сколько у бараша РММ? Я не знаю Вроде как топовый во всем лобби Но я так чекал 6700 у кого-то было Честно говоря, не знаю Я что-то не следил за этим А вообще, ММР Не из этих, да? То тебе ММР мерятся туда-сюда Что зачем? Тут сейчас пацаны выиграют какие-то там Стрека Квалификацию Ну и покажут Что вообще такое ММР Ну вообще, такое возможно Такс Ну че, где тут я жильцу, е-мое Сколько можно уже ждать Вот, уже пишет У Лолика тоже нервы сдают постепенно Понятное дело, хочется играть Уже настроились, как-никак Все же Есть какие команды, которые настраиваются Кстати говоря, вот посетил я матч Точнее, сидел я на матче с комплексити И с командой В Минске Очень мне понравился Ихний настрой Очень понравился мне Ихний капитан Свиндлес Вот, реально капитан Который Дает расклад Четко и ясно Перед игрой Все, что он только нужно И заряжает Просто всех, кого он только видит Да, такие люди Таких людей надо ценить Жаль, у нас в СНГ Таких ребят мало Ну, тоже еще порассказывают Просто У него тетрадка На А4 такие Большие листы И на каждую команду расписано Что ребята брали Что ребята банили Что ребята чем играют И чем можно против них играть То есть, очень много всего расписано По каждой команде У Свиндлеса У них тетрадка Как раз перед Под монитором лежала То есть, я так посмотрел Ё-моё Это же какая работа Ну, это знаешь Как там Шестой, седьмой Человек В Виртуз Про Вот этот вот именно Стасман Я не помню его никнейма Парень, который Собирает статистику Во всем командам И дает инфу ФНГ Который Как бы владеет Вообще Всеми пиками Всей статой Чем играет Когда играет На каких турнирах Что выиграли Что проиграли Кто лучше Кто хуже Ну и За счет этого Я думаю ВП уже много Матчей для себя взяли Именно за счет Тупо статистики Поэтому, да Такой человек Команде Нужен обязательно Конечно Жаль, не все команды Еще до этого дошли Да И самое то Что меня очень сильно Удивило Это когда ребята Последний пик Уже сделали Свой Собирается в хадл То есть Кружочек такой Как в кейсерах И Очень Сильно заряжаются Если честно Своей кричалкой И После этого Начинают играть Ну просто Настолько Ну заряжает Что я сам даже Ощутил это все Боже Бараш С монеткой прыгает Супер Марио просто Ну ладно Начинается у нас игра Наконец-то 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 Поехали Господи Да успокойся Бараш Марио Денэштайдхантер Да, я же Суходим У нас на оффлейн Уже есть Нью Айрон Тейлон Который будет Очень сильно Ему помогать Опять же Если чего Уйдет на этот кэмп Который можно Подфармить На тот самый кэмп Который Добавили Ну и Беспробенно Вообще Должен получать Кстати Вов Кстати Правда Карта немного Изменилась Она стала светлее Где? Она стала светлее Я тебе на полном Серьезе говорю Просто Сама по себе Она светлее стала Ну у меня просто Монитор хороший Который я еще Не настроил Вообще не настроил Поэтому Ну возможно Ты этого не замечаешь Я не вижу Не привык еще К изображению Ну это понятно Как я тебе говорил Она действительно Стала светлее Интересно Так неплохо Я смотрю на все локации Мне ни черта Да ты просто можешь Со мной согласиться И все Так Сноубол от психолога Подставляет Суму Ну это было Очень глупо Ну есть еще шанс Нарошана Как-то Загубить Да Нет Не получается Жаль Да В итоге Зев забирает Баунти Мепошка забирает Фирсблат Ну и в общем-то ХВЗ опять в шоколаде Начинает эту встречу Мы видим действительно Даблу в миде От Гусгейминг Имба на Медузе И Нёрд на Виспе Будут стоять здесь Пытаться Выфармливать эту линию Полностью В легкой От Гусей Пока что Дроид на своей троксе Соло против Тайдухи Ну причем такие Дроу Рейнджера Здесь простоять может Все что от нее требуется Это аура Поэтому Действительно В соло ее оставить Для получения Быстрого левела Получше будет Ну вот подтягивается Винга Постепенно И джитсу Толстый парень Гоняй не гоняй Все равно Тайдхантер здесь Будет получать свое Еще и пытается Добивать крипов Неплохо Так Ну и Тускар Действительно в оффлейне Тускар Лолик Сейчас посмотрим Как пойдет у него На этой линии Ему уже надавали По лицу Половину столба Потерял Ну и продолжает Кант Разминать лицо Тускару Ну в общем-то Лайнапы будут сложные Для гусей Вот эта вот Стратегия В Четырех ренджей Именно этим и слаба Своим лайнингом Да Все верно Все верно Все верно Но все же Центр должен Как-то Как-то Более-менее Справляться Но Я вижу Что-то Не сильно Справляется У нас тут Добла Несмотря на то Что вроде бы Как должны Неплохо Все показывать Но опять же Молнии Конечно же Разбивают Неплохо Крипов Да и В принципе Переключаются На героев Самые молнии И оно Немножко больновато Залетает Держится Уже уходит На Свой нейтральный Кэмп Начинает Уже Накидывать По кентаврам И Вот он Кеф Который подходит Который Просто Убивает Вражеский вард И Просто На морозе Сейчас уйдет В среде И все Как-то Очень интересно Снизу же Снизу же На Вич-доктор У нас нападают Но вот Все же Выживает Вич-доктор Ну Флазочку Потратил Пол хп осталось Так что Нормально До него Все Все Отлично Винга Видимо Погибает От натуральных Крипов Все же Малых Хлс-поинтов Было Все же Терять Время На ухождение На фонтан Не хотелось Поэтому Быстрее Было Было Умереть Я на Я на этого Симса Смотрю Он Так Подпрыгивает С этой Монеткой Да Это Просто Забей Почему Такой Баланс Опять Сделал Это Так У нас Тускары Снизу Начинают Принимать Кант Откинул Неплохие Каски Каски Проплаченные По Тускару Дважды Залетело Прячется Он в Сноубол Пытается Хоть Немного Дэмэджа Смеледикта Себя Убрать Но Зонит Неплохо Неплошка Погнал Волков Сейчас Они Заблочат Ему Должны Заблочить Проход Да Так И Происходит И Тускар Правляется В таверну Уже Второй Раз В этой Встрече Ну И Два Фрага Действительно Было Сделано На нем Ну Он Действительно Перешел Границу Уже Убить Его На этой Линии Будет Вообще Невозможно Потому Что Как Такового Контроля У Гусейна На данный Момент Мидлейни Нету Совершенно И Зевс Будет Чувствовать Себя Фривольно У него Уже Четвертый Левел Медуза Третий Висп Ну В общем То Здесь Линия Достаточно Равная Правда По Крепстату 19 на 7 За Медуза И 10 на 0 Сейчас У нас Зевс Идет Четвертым На этой Карте Им бы Тоже Говорили Что Хватит Это Девать Потому что Мне бесит Ну Так Оно Есть Шарит Шарит Парень Кстати Говорят Тут уже Торнадо Появилось На центре Видимо От Чена Кстати Говорят Чену Вообще Не трогали Жот Пока Что Находится К Видим Лису И Вообще Ни слуха Ни духа От него Не слышим В данный Момент Но Второй Лавел Все Имеется Даже И Треть Час Получится У него Сделать Я Я думаю Поэтому Пока Беспроблем Над Джотом Се чувствуют Опять же Возможно Какие-то Проблемы С натом Фиксит Параллельно С этим Может быть Может быть Да Какие-то Проблемы У него Были Поначалу Встречи Долго Мы его Ждали Так Тайтхантер Сверху Сейчас Без Хилов Едет Ему Тангусик Будет Отъедаться Постепенно Тайдух Но не хочет Уходить С этой Линии Понятное Дело Здесь И Подфармливаем Постоянно И смешеров Которые Стоят Вот здесь На компе Плюс Совсем Скоро Подойдут Крипы Которых Там Успешно На данный Момент Кев Отводят Ну Этот Хантер Снова Немного Пробило Остается У него Три Тангуса В общем-то Живет Тайдух Четвертый Левел У него Есть Так что Все Круто Тускар Тем Временем Левел 2 У Гусей Опять Плохо Все Получается На сложной Линии Погони Тем Временем В миде За Земсон Баражей Здесь Подпрыгнуть Просто Жесть Какая-то Он так Всю Игру Будет Делать Так что Готовься Так Походит Все же Может Неплохо Срезать Дэмэдж Да и Тут уже И саму Подходит Тут Жотма В итоге До конца Все же Играет Нас Медуза И Встрет Нас Наверх Но Ничего Страшного Тоже Сверх Нарезать Неплохо Яджицо Пытается Уйти Яджицо Уходит Да и В принципе Егора Тоже Должен Уйти Бараж Дальше Подпрыгивает Но Нет Все же До конца Отправить Почему он Солухом Не вызовет Торнадо И не убежит Не знаю Плох Ну Не справился Ну Хотя Да Там Очень И то Верно Мы это Понимаем Ну И Как мы Видим Первый фраг В стратегии Ауры Скажем так Был сделан Венга Отличное Подключение Ну и за счет Чего Аура Венга Аура Траксы Там Сколько 30 бонусного Дэмджа Уже сейчас Идет Поэтому Действительно Чин отправился В таверну Зевс Левел 5 С половиной Боттл Пустой 600 монет У него на руках Есть Нужен Само собой Поскорее Бо уже Шестой левел Получить Чтобы взрывать Вот таких Слабых героев По типу Веспа Который Сейчас Отправляется На базу Будет Делать Урну Постепенно Укрепляется Гантелями Ну и Венга Убивает Тайтхантера Да На отводах Поймала Балуха Поэтому Беспроблемно Все было Тут особо Ничего Не скажешь Ну Не вовремя Просто Подошла Для Тайтхантера Поэтому Все же Я же Отправился На Ставерну Ну Зато Тапочек И Пару Вардов Сейчас Для Венги Упала В карман Да Лайкан Пятый Лавел Видим Патент На руках Имеется Дальше Видим 700 Голды Но Пока Дальше Особо Никих Агрессий Вроде Не Производит Просто Волками Поставо Подъедают У нас Тускара Здесь Руки Подрезает Дальше Пока Опять же Без формы Ничего Не может Показать Очень Интересно Получается То Что Два Кири Героя И Вообще Дроу Рейнджер Должен Срезать За 3 За 4 Удара В форме Волка И добежать Он успешно Может Ему Никакие Дагера Не нужны И тратить Там Бабки На форс Ой-ой-ой Тайтхантер Проперло Его Конечно На Кракен Шилл Стан Себя От Веншфу Спирит Снял Однако Все равно Погиб Да Ну Еще Зевс Садался У нас На центре В итоге 4-2 Существует У нас Матч Но Это Опять До Времени Пока Появится Тайтхантер 6-ой Уровень Там Конечно Пойдет Ревейдж Ну И Под Ревейдж Фраги Точно Пойдут У нас Ребята В командах Как Никак Да Ну И На данный Момент Всего Лишь Один Выход От Чена Был Из Лису И Этот Выход Закончился Плачевно Для Егора Суркова Я думаю Нужно Ему Как Нибудь Постепенно Уже Перемещаться Я думаю На нижнюю Линию Здесь Ловить Как-то Тускар И Сейчас Разбит Смол Куда Отправляется Чен Возможно Спалит Стайки Который Здесь Мистер Нерд Успешно Делает И Заходит Сумона Да Действительно Сейчас Посмотрит Я думаю Егор За тем Что Здесь Происходит Почему Не Заходит Сверху Даблкил Оформляет Яджитсу Подстелил Все Фраги У Дзевса Которые Только Были В итоге Видимо Пятый Левел В спину Заходит На Тускара Снизу И Здесь Если Все По таймингу Даст Егор А он Дает Под Маледиктом Естественно Не Прожить Ну Как я Говорил До поры До времени Сейчас Ребята Просто Отправятся Вперед И Начнут Что-то Интересное Показывать Плюс У Чена Еще Шестой Левел На подходе И Поэтому Там Все Шикарно Должно Быть У команды ХПЗ Гусям Ж Очень Надо Сильно Потеть Очень Сильно Надо Быстренько Нафармить На что-то Убивающее Потому Что Опять Жауры Не Сильно Так Работают Говорят На 15 Минуте Без Артефактов Поэтому Надо Что-то Подкупить Медузка Собирается В такую Статовую Бобень Которая Постепенно Будет Выходить В Скаде Как я Понимаю Но После Линкин Сферы Которая Здесь Вроде Как Нужна Не Знаю Что Будет Выбирать Медуза Линка В любом Случа Не Будет Лишней Против Касок Против Тест Оф Фейта Ченовского Который Может Заехать На 300 Это Лучше Просто Свести На нет Собрать Линку Плюс Укрепиться Немножко В статах И добавить Монопола Что Не Будет Лишним Естественно Для Медузы И постепенно Она Начинает Фармить Стаки С вингой Под Аурой Естественно Дроу Ренджер Имба Без проблем Справляется С этими Стаками У него Уже Тысячи Монет Но Сейчас Я думаю Егор Со своими Сумонами Должен Спарить У движух Вот Сейчас Занимает Неплохую Позицию Чен Также Обходит В спину Мипошка Форма Пошла Забегают Вэйв Отличный От Сатира Что-то Мипошка Не рассчитал Свои силы Ну и Теперь Убегает Но Подходит Сюда Егор На конце Ребята Могут Ити Все же Хил Имеется У Чен Ну и Дезвард Работает От Канта В итоге Минус Нас Медуза Дальше Должны Еще Поддавить Кого-то Но Нет Не успевает А тут Мистер Нер Было Не увидели Ребята Его В итоге Тоже Отпускают На ЛОХП Ну все Просто Ушли На ЛОХП Опять же Добить Было Нечем Да С другой Стороны ХФЗ Которые Уверенно Провели Этот Файт Да Немного Там Не получилось Улькантропа Кого-то Съесть Но При всем При этом Сделали Фраг Очень Важно На Медузе Приостановили Ей Фарм Плюс Я Вроде Как Там Видел Они забрали Нескольких Больших Крипов С Кемпа Когда Все Это Дело Происходило Там Случайные Каски Полетали Еще Что-то Ну В общем То Немного Голды Подстилили Драка Продолжается Сноубол Пошел По Зевсу Зевс Может На развороте Дать Верхнюю Дает Нерду Очень больно Вейв Пошел Это Минус Виз Также Кемп Подставляется Погибает Он Имба Дерется Против Питеры Героев Команды Делает Ну И Правда Сам Погибает Это Ну Поплыли По-моему Парни Как мне Кажется Сейчас На такой Стадии Игры На 10 Минуте Своим Пиком Драться И вот Так Вот Просто В открытую Принимать Атаки На Миде На Своих Эншетах Ну Очень Глупо Рус Гейминг Сейчас Показывает Себя Бараш Продолжает Подпрыгать Успокойте Его Кто-нибудь Пожалуйста Просто Траш Опа Баути Надо Подпрыгнуть Будешь А там Наверное Кулдау Ну Там Способность Это Можно Прожимать Там Раз В 10 В 15 Секунд Нет Там В 5 Куб Я не Эксперт В этих Делах Короче 9-5 Че-то У нас Матч Десятая Минута Гузьгейм Немножко Тарпидонили У нас Опять же Буквально Две минуты Назад Поэтому Очень будет Тяжко Что-то Сейчас Показать Поэтому Должны Сейчас Ребята Собраться Как-то Где-то Варды Растыкать Неплохие Для себя Защитить Себя От Всяких Прылов Ну И Пытаться Подформить Пытаться Как-то Подформить На что-то Очень-очень Сильно Ну Миндусы Есть Уже Пока что Яша Вот У Дроу Рейнджер Пока Пустота В данный момент Два Разбэнда Ну Собирается Она тупо Тоже В статы Чтобы Давать Чуть Больше Своей Ауры Пытается Хоть Как-то Помочь Своей Команде Сейчас Подключаться К замесам 5 на 5 Практически Не способны И Дроид Тоже Я думаю Это Понимает Не Собирается Помогать Своей Команде Так Где-то Со стороны Настрелили по Яджитсу Прогонять его От фарма Еще Какие-то Подобными Вещами Заниматься На карте Но Ни в коем Случа Не Драться 5 на 5 Сейчас Это Очень Глупо Сказывается Отсутствие Сильного Героя Угус Гейминг В плане Именно Танковости Потому что Залетает Тускар Хорошо Прячется В сноубол Живет 4 секунды Потом Умирает Как бы Все рассчитано На Медузу Но Потом Но Медузу Уже Один раз Съели Да Вот сейчас Постепенно Ашвз Перемещаются Под смоком Возможно Зайдут В чужой лес Как вариант Бежит Первый Тайтхантер Это Немножко Не тот Герой Который Должен Бежать Первый Тем более Нету Гаш Поэтому Тайтхантер Никак Никого Не сможет Цепануть Если только Реведж В лицо Не даст Вич Доктора Пустить Первым Я думаю Было бы Поактуальней Все на это Настроено Есть Реведж Поехали Убивать Поехали Гнобить Заходят Ребята Двоих Пацанов Но Два Пацана Ждут Вард Стоит Вард Пропадает Заходят Все Сумоны Жотма Есть Может Подстрять Она Немного Ошиблась В позиции Киев Понимает Бежит Со всех Ног Еще И вард Нашли Разбили Вроде Ну Готовят Поздарм Для захода На Рошпит Но Здесь Форма Была Прожата Есть Сайланс Положения Нету Попугать Просто Ну С Владмиром Ликантроп С Огромным Количеством Сумонов С этим Рошаном Справится За пару Секунд Правда Нужно Гусям Сейчас Мешать Подобные Но Есть Ревейдж Это Надо Помнить Это Надо Очень Хорошо Помнить Дезвард Пошел Лужа А вот Вич Доктора Правда Заберзает Камедей Точнее В итоге Должен погибать Нас Кант Потихонечку Отпускает Вот Ревейдж Пошел Минус Лайкан Минус Ее Проблема Троу Рейнджер Дровка Пока Что Выживает Налог АП Забивает Проблемы Возникнут Хотя Имбада Уходит Телепорт А вот Точнее Тускарыч Не уходят А 13-6 А минус 4 Вот Команды Хафазая Всего лишь теряют Анимейн Керри Своего Мипошку На этом Еще и забирает Рашану Для себя Да Ну и Гусгейминг Грамотно начали Атаку Они Ты сам видел Да То что Три героя Команды Ашфаза Находились Слева Два Героя Справа За счет Чего И удалось Быстро Подцепить Лекантропа Плюс Неплохой Ультимейт От Медузы Который Попал По всем И сбил Палку Вичдоктору Вот За счет Чего Конечно Парни Смогли Сделать Хотя бы Один Минус Но Потом Увы Куда Бежит Кеф Что Делать Венжи Фулс Перед Там Тычка Чена Залетела Видал Сумас Там Там Дамедж Ну ладно Шестой Увенги Есть Хорошо Свапать Она Готова Правда Отдавать Свою жизнь За кого-то Я думаю Кеф Не особо Хочет Ибо Продолжает Подфармивать Есть У него Ультимейт Торп Также Имеется Яша Пытается Сделать Себе Манту Которая Без Сомнений Поможет Ему Укрепиться И в Статах И в Принципе В Драке Затяжной Такой Поможет Дэмэдж Нанести Какой 13 6 На 15 Минуте Встречи Азерланд Сузерса Да Ну и Пошка Решает Пойти После Влад Мерса В Врача Ну и Правильное Решение Почему Нет Укрепить Свой Пуш Потенциал Плюс Там До сих пор Стоит Т1 Вышка Сверху Так Слаб Да Бараша Точнее Бараша Конечно Убит Как В Шестнадцатом Году Не убить 1.4 Не то Что Проблема Ужет Миказ Мюзайт Ну и Подключается Мепошка Начинает Нарезать Но Улетает На Сью Дезвард Работает По Венш Спирит Венгас Бивает Дезвард Убивает На Свич Доктора Дальше Преследование У Тяжитсу А Гаши Кота Нету Гаша Нету Но Вот Сейчас Пытается Забрать И Беспроблемно Забирает Плюс Ликантроп Там Еще Съел Все Таки Вперед За Дроидом Отправляется Дроид Тяжело Уйти Очень Тяжело Уйти Ну Сайлент Спаут В итоге Да Тут конечно Жизбить Нечем Манта Готова Медуза На 16 Минуте Отличный Тайминг 4-2-2 Играет Дуза Имба Показывает Неплохой Уровень Игры Как по мне Ну В такой Тяжелой Встрече Скажем Тогда Все таки Медуза Находит место Где пофармить Где заработать Деньги Сейчас возможно Еще и Немного Подпушит Боттом Лейн Здесь Тавр Стоит Очень вкусно 1000 хп У него Плюс Вис подтянулся Если ребята Из Ашфизи Не пойдут Дефить То я думаю Тавр Все таки Потеряют И гуси Получат 1000 монет Бесплатно Для команды Такие вещи Надо пресекать Я думаю Но не идут Боятся Зато идут Чужой лес Тоже нормальная Тема Ну Там Релокейт У Виспа Только-только Поймали дузу То она бы Отправилась В таверну Плюс Представление О том Где находится Соперник Гузгейминг Сейчас не имеют Совершенно Вот сейчас Смог видели Скорее всего Видели смог На миде Пошла тпшка От ликантропа Вниз Хорошо Может Цепануть здесь дузу Ну как бы Подставиться На сыграть Какие-то активные Качества Ну да-да Забатить Из себя Я хочу Дамеджа побольше Ну пока Это хорошо У него получается В итоге Подходится Да-ребята И очень далеко Находится Но имеется Релокейт У него Как-никак Просветили Ио-ио Тп-аут И нет Не успевает Это сделать Ну и медуза Ушла Да-ребята Тут нет Какой классный Сноубол От лолика Ты видел Он подсветил себе Сигелем Вот этих Крипов И на сноуболе Укатился Именно на них Здорово сыграно Может быть И видит Сейчас я проверю Даже Ну там Там Сигелет Стоит Да Скорее Сигелет Было видно Медузу Находят У нас наруж Пит Прилетает Сюда же Ио Пытается Опять же Подсейвить И улететь Вместе Но тут И очень большой Фокус Идиота Ио Все же Погибает И медузу Также могут Раскладывать Не успевает Хилл Провязать У нас Чем В итоге Погибает У нас Животом Дальше Рожается Один Яжицу Вместе С зоопарком Животном Но вот Что-то Проигрывает Как мы видим Очень серьезно Проигрывает Я не понимаю Что Ашфази Сейчас делают У них просто Тотальный Расфокус В замесе Они не понимают Что происходит Там Тайтхантер И все это Выходит в то Что медуза Допустим Половина хэповая Остается Плюс для нее Сейчас падает Еще и эггис В карман Теперь вообще Ничего не боится И мы можем Констатировать тот факт То что На данный момент Ауры Выигрывают У суммонов Причем с которыми Разбираются В момент Совершенно Тут еще Егор отдал Вообще всех своих суммонов Зачем-то Полный зоопарк Вышел на нет Ну 18.11 19 минута У нас идет встреча А как там дела По нетверсам Вообще 12 тысяч За медузой 8 тысяч За траксой Ну убивал Цифра Да Действительно Так Ну и вперед Вперед Отправляются У нас команда Гусьгейми Кнота 2 По центру Второй тавер Также забирают У нас на центре Или первый Ну Они по-моему Заходили на один тавер Или на два тавера Заходили В центре был тавер Что бы он или нет Чего-то даже не посмотрел Не, не было тавера В центре Первого Которого На второй Сразу же зашли Убили Ну и Пока-пока Ну Понимаешь Здесь как-то Очень странно Получается В этой встрече ХФЗ Ну что Если они будут Фармить своего Ликантропа И пытаться сделать так Чтобы Ликантроп Там БКБ себе нафармил Третий Некра Получил Уже спокойно Находился в замесе И продолжал драться Там Съедая всех подряд Для этого нужно время Правильно? Правильно Тем временем Друрэнджер Уже приобрела себе яшу Еще больше укрепила Свою цал В плане ауры Медуза начинает Раздавать постепенно У нее 3000 на руках Имеется вторая Ультимейт Орб И понятное дело Здесь совсем скоро Появится скади С этим делом Нужно тоже будет Что-то придумывать А статовую медузу Пробить Очень сложно Если только Собрать ее За счет Нескольких Вот этих Хауе ультимейтов Быстро зафоксить Съесть Но это единственный момент Но тут будет Подсейф от Тускара Здесь будет Подсейф от Виспа Я говорил еще В начале встречи О том Что здесь сейва нету Теперь я забираю Свои слова обратно Это все работает Потому что Хорошо гусгейминг Всполняют В этом плане Так Ну пока Халдятся Пока думают Что им делать Появляется скади Медуза Двадцатая минута С мантой Да Что там Лайкан у нас Второй лавел Точнее второй Некрача Я имею ввиду Да и восемьсот монет Двенадцатый уровень А Медуза Четырнадцатый Ну Быть Некрача Вообще никак не работают На данный момент То есть Никого пуша мы не видим И смысл этих Некрачев Просто бесполезный Так в том то и дело Они не бегают И не пушат Вот В чем Проблемы Глупцы Глупцы Чья на поймали Убили Еще и убьют Весь зоопарк опять Да Что там подставляется Варды конечно же Были поставлены Хорошую Поэтому ребята Все увидели Весь этот заход Очень хорошо увидели Можно переходить дальше Т2 Вкусная Стоять снизу Можно перетягиваться Постепенно на нее Здесь Фисп 1400 Вот только-только Купил себе Глимер Доформил на Шедо Амулет Ускара тоже В позиции Забегает Медуза Ничего не боится Надо только Траксу сейвить Чтобы она Ну давала свою ауру Чтобы она жила В драке Драгонленд Себе прикупила Ну и Дроид Дроид Даже кристаллист Натаскать за собой волка Кторый ауру Причем всем дает И Видим как быстро падает Вышка В момент Хотя по идее ХФЗ должны были пушить А сейчас пушит Зевс Пушит Тейдхантер Но никак Телекантроп И никак Ничем Ну и на Т3 заходят Вайгис У ребят имеется Поэтому беспроблемно Должны справляться С этим Т3 Да и в принципе С бараками Особо тут Наверное Ребята Ничего не могут У нас Посмотри что происходит Поделать Строение падает Моментально Милич на барак Сейчас упадет Ребят Надо что-то делать Аж Физи Пожалуйста Опомнитесь Польша волка Вот и мяжицу Получает очень много Домжи Просто не так Сейчас скатится И должен Напрыгать с бинком Моей Стравыч Хороший Цепляет Четверых Ну и дальше Где Где Демок же нету Вот сейчас Имба осталась Диспозиция Сняли с него Аэгис Там постепенно Расстреливают Яджицу Получает он огромное количество тычек от дроида с огромного ранжа. Свапают Егора. Егор подминен с армором. Но его сейчас зафокусит, убьют. Им бы таких ребят не отпустят. Действительно. И Кев тоже со свапом, со своим составом вовремя подоспел. Good Game. Well played 1-1. Очень такая сумбурная встреча. У меня какие-то смежные ощущения остались после этой игры. Да. Ну, с виспом гуси играть умеют. Да, ну не то, что умеют. То, что ХФЗ очень сильно ошиблись. Ребята просто решили, не знаю, на расслабоне сыграть, что ли. Может быть. Может быть. Такое тоже вообще не поднимется. Да, жаль. Жаль, жаль, жаль. Что мы еще посмотрим на одну игру. А там просто Америка начинается. Мне бы хотелось за Америкой посмотреть. Ну ладно. Это такое, перебьемся, называемся. Ну вот, ожидаем мы третью игру между этими двумя командами. Еще раз напомню, это квалификация в Star Series на 14 сезон. Это только у нас еще стадия под названием 1-16. Победитель проходит в 1-8. А вот победителя мы узнаем как раз в третьей игре между этими двумя командами. Совсем скоро. Поэтому никуда не расходитесь. Совсем скоро вернемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!